Привет дорогие друзья! Вы на канале Julius Art, меня зовут Юлия и сегодня я хочу провести эксперимент. Как обычно, я очень люблю эксперименты. Есть такая техника, которая называется PetriArt, когда заливается смола в форму и сверху у меня есть алкогольные чернила. Для этой техники нужны смола и алкогольные чернила. Алкогольные чернила есть разных фирм, в том числе наших российских, я использую Мартен Куница. Суть в чем, вы заливаете смолу в форму и потом в эту смолу капаете алкогольными чернилами, причем делаете это в определенной последовательности. То есть вы начинаете либо с белого, либо с цветного, но обязательно их чередуете. То есть, например, цветной, белый, цветной, белый, да, или белый цветной, белый цветной. Тут не важно. Вот, важно, что белый у нас самый плотный, самый тяжелый цвет и он позволяет пигменту из цветных чернил опуститься ниже, да, потому что смола довольно густая. И если вы просто капаете цветными чернилами, они просто растекаются по поверхности и в общем-то на этом все. Вот, но белые чернила позволяют этому пигменту проникнуть глубже и получается очень интересный такой эффект. В общем, видите. Вот, ну а там, вот для меня, например, сложность. Я не могу, например, для себя определить, сколько слоев мне нужно капать, да, то есть потому что бывает часто так, что они там остаются только вот на самой-самой вот поверхности. Ну, если переворачиваешь, получается на самой глубине, да, либо, либо наоборот, как-то слишком много капает, все это оседает на дно, какие-то получаются, знаете, такие белые ошметки некрасивые, да, на поверхности. Вот. И я хочу сегодня провести эксперимент. Я залью сейчас вот эти формы. Они все одинакового размера, что, в общем-то, нам играет на руку. Глубина примерно, ну, примерно один сантиметр, может быть, чуть побольше. И я буду капать разное количество слоев, то есть, в принципе, я, как считаю, слой цветной белый, это один слой, ну, я так считаю, потому что цветной без белого все равно не работает. Вот. Единственное, что, когда капают металлики, вот, например, у меня есть золотой и серебряный металлик, они сами по себе очень тяжелые тоже, там у них находятся такие частички, которые тоже довольно тяжелые. Но сегодня я их использовать не буду, я хочу сегодня пока просто с цветными и с белыми разобраться. Я буду здесь один, ну, например, начну один слой цветной белый, да, потом цветной белый, цветной белый, цветной белый, цветной белый, цветной белый. Три раза, да, потом цветной белый. Четыре, пять, шесть. И, в общем, я не знаю, насколько мне тут хватит смолы. Будем экспериментировать. Все, давайте заливаем эту смолу в эту форму и будем пробовать. Так, конечно, до заливать смолу в форму у нас уже не получится, когда там будут находиться чернила. Поэтому мы заливаем сразу столько, сколько нужно. Причем я считаю, что нужно заливать с небольшим куполом, потому что я думала, что, возможно, чернила тоже будут занимать какой-то объем. Но, вы знаете, нет, мне показалось, что, в общем-то, они никакого, ну, никакого количества чернил особо не повлияло на высоту, на уровень смолы. Поэтому мы сразу заливаем смолу с куполом, да. Так, ну, смотрите, мне хватает, в принципе, смолы даже на все девять. Так что, возможно, в последнем, в последнем проведем, в последних проведем какие-то эксперименты. Потому что я планирую остановиться на шести слоях, да. Мне кажется, ну, это глаза уже здесь будет на такую глубину. Все, теперь будем пробовать. Я начинаю капать, например, вот с этого фиолетового. Я начну с верхних, чтобы мне случайно, потому что чернила такой довольно капризный материал. Первые же пробы показали, что я была не права, что он занимает объем. Причем он как-то воздействует на смолу таким образом, что она меняет немножко свою структуру. Смотрите, она стала более жидкая, и она растеклась, да, немножко. Поэтому я сейчас убрала лишний вот этот купол сверху. И сюда я попробую залить вот так, как уже есть, да, такого количества. Так как есть. Так, это у нас один слой. Ну, вот, да, то есть я залила цветной, я залила белый. Все, это у нас один слой. Все, теперь следующие будем два заливать. Здесь надо аккуратно их подносить, чтобы они все-таки не капнули в соседние лунки. Там белый. Здесь надо аккуратно их подносить. 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 желтый белый все здесь у нас два слоя два слоя теперь я попробую такой кашин время теперь будем три слой заливать белый такой цвет так снова белый у нас два слоя получат выделен на грамм это у нас три цвета переедем дальше три слоя теперь едем дальше у нас здесь будет 4 так я беру оливковый такой оливковый белый хоть попробуем синий белый оливка доброе утро лишь белый снова синий и белый заканчиваем белым потекло 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 в соседнюю мне удалось немножко ликвидировать последствия катастрофы я решила убрать все-таки отсюда чернила сейчас их залью туда заново потому что растекся то все-таки все-таки у нас чернила занимают достаточное место да чтобы поэтому нужно учитывать это при заливке до 4 слоя уже здесь оказалось смотрите что снова у нас полезла за все края и пришлось сроченько сроченько все исправлять чтобы это чтобы не испортить нам результаты эксперимента все там один слой все продолжаем здесь 5 я даже боюсь боюсь сюда заливать сейчас опять все полезет так давайте-ка я еще первым первым с этих двух последних все продолжаем так красный белый у нас первый слой так давайте мы попробуем добавить черный кажется черный будет красиво с красным смотреться правда мы не будем его добавлять много раз два как он растекся сразу два две капельки капаем беленького тоже две капли так смыть 1 2 у нас третий слой 3 слой теперь давайте добавим этого 4 слой так снова красный и заканчиваем белым заканчиваем всегда белым смотрите какие интересные происходят там процессы красный гриб фрунт белый обязательно первый слой теперь добавляю оливковый белый так это у нас третий слой какие-то цвета хорошо растекаются а какие-то нужно три капли капать четвертый слой четвертый слой четвертый слой смотрите как это интересно все переливается да все куда-то погружается так интересно знаете здесь у нас вылилась все таки смола и здесь уже не ясно что здесь четыре слоя то есть это будет давайте мы четыре слоя еще раз нальем в соседнюю вот в эту чистую так потому что там конечно вылилась мне пришлось много много стереть и там конечно уже не четыре слоя так давайте мы попробуем так фиолетовый теперь мы слоим совсем плохо растекается а потом мы уже начинаем получше растекается фиолетовый и розовый снова фиолетовый все здесь уже нормально смотрите как это все красиво выглядит и розовый все здесь у нас четыре слоя плоти получилось так сюда я хочу что я хочу капать вообще по одной капельке просто по одной капельке каждого цвета то есть например вот фиолетовый белый а розовый белый потом снова фиолетовый, белый, снова розовый, белый я хочу посмотреть каково будет распределение цветов в этом случае то есть мы сейчас залили 4 слоя цветной, белый, белый, цветной, белый, цветной, белый я хочу посмотреть каким образом это распределится все при застывании то есть там я капала по две, по три капельки здесь я капаю капала всего по одной капельке каждого цвета в один слой так и теперь вот в последнюю последнюю я хочу начать с белого цвета да насколько будет вот разница да мы например зальем те же цвета что рядом начнем только с белого фиолетовый белый розовый белый белый розовый и белый все заканчиваем белым все посмотрим какой будет результат будет ли отличие да вот этих двух 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 формочек да здесь мы начинали с цветного здесь мы начинали с белого закончили тоже с белым белым везде и там и там посмотрим какой будет результат все друзья оставляем это застывать на сутки прошли сутки давайте теперь проверять результата эксперимента это у нас заливался один слой 2 3 это 4 на все потекло поэтому 4 вот этот пять шесть и этот мы пробовали по одной капельки заливать до начале белый а потом так давайте с первого начинаем конечно мне очень нравится что такое такая глубина дает такую большую линзу смотрите как все увеличивается все очень интересно конечно прозрачный здесь смотрите здесь сбоку есть небольшие развода тоже очень красивые что в принципе мне кажется но все равно один слой это очень мало два слой почему-то здесь получилось что все растеклось по краям больше но уже больше заполненность так вот больше заполненность дна 3 слой и смотрите на здесь уже белый просел да смотрите здесь очень хорошо видна структура вот прям она видна именно петре белый немножечко осел на 1 видите но структура здесь очень хорошо видно четвертый стою сразу нижний почему-то он растекся весь краю да здесь получилось середине такое как окошко что ли да здесь видно особенно да что здесь прямо прозрачная немножко растекло стойтесь тоже видите белый немножечко осел опять слоев война 5 слоев смотрите совсем совсем сильно осел белые да видно что он здесь по бокам очень много прошел здесь очень толстый слой получился смолы ой не смола чернил да здесь вообще сплошь цвет просветов почти нет так но и 6 вашей смотрите как видно вот это вот структура красивая я очень нравится есть цвета здесь даже получилось что белый не так сильно осел как то да возможно из-за того это скорее всего произошло что здесь я капал наверно по три капельки а здесь я последним к капала по две капельки да потому что он очень хорошо расходился по поверхности хорошо расходился по поверхности и в трех капельках не было необходимости да поэтому даже вот 6 слоев здесь выглядит даже получше получше чем здесь пять слоев да так ну давайте откроем эту достанем посмотрим что здесь ну то он выглядит как один или два слоя в принципе просто небольшой такой оттеночек посмотрите как он красиво приливается очень глянцевая поверхность вот в этих формах они прям очень очень глянцевые прям у меня есть другие формы вот тени такие даже глянцевые как вот эти так здесь мы начинали так здесь вот такой получился результат здесь получился результат вот такой есть четыре слова насколько я помню 4 особо разницы между вот этими соседними не вижу поэтому совершенно неважно с белого цвета вы начинаете или вы начинаете с цветного цветных чернил просто мне кажется даже начинайте с цветных чернил потом вы белые капаете спокойно все вот вот такой результат эксперимента мне конечно больше всех нравится наверное вот пять или шесть да здесь очень ярко выражена структура такая прямо не но очень ярко красиво получилось вот это вот но здесь я конечно делаю скидку на то что что здесь просто меньше глубина да поэтому они так вот получилось осели немножко на краях да поэтому поэтому наверное самая оптимальная дозировка да для но то для такой вот глубины да где-то сколько здесь надо будет обязательно замерить то есть пять или шесть слоев вот мое личное мнение мне кажется это вот выглядит лучше всего хотя вот эти вот три слоя например тоже очень красиво выглядит смотрите как они прям таким даже немножко поворотом да они тоже очень красиво красиво глядят хотя здесь всего вот три слова да все конечно конечно это в некоторой степени в некоторой степени лотерея то есть никогда результат особенно не приумка не предугадаешь да то есть каждый раз результат будет для вас в общем-то неожиданным что в общем мне например это нравится да это такой как некий киндер сюрприз который ты достаешь и никогда не знаешь что же там тебе досталось вот такие интересные такие интересные конфетки у нас получились разноцветные почти конфетки конечно если вам понравилось это видео если вам понравился мой эксперимент подписывайтесь на мой канал ставьте лайк пишите комментарии буду рада общению также у меня есть магазин на ярмарке мастеров ссылку на магазин и обязательно дам внизу в описании если я забыла что-то выложить или не успела это сделать вы можете всегда написать мне на почту julia's нижнее подчеркивание арт собака mail точка ру всем пока и до новых встреч а